Как я даже по себе заметил, уже не первый год в Господе, все равно в нашей жизни не хватает поклонения. Почему? Потому что мы суетливы, мы куда-то бежим, чем-то занимаемся. Служение... Бабушка Аня! Служение, оно не рассчитано, знаете, чтобы поклоняться. Все-таки служение, даже глядя по Новому Завету, там не было такого служения, что там, знаете, как бывает, спонтанное служение, как дух поведет. Ну, я это не заметил. Обычно всегда было распланировано. И там даже апостол Павел, Шароль пишет, он говорит, что у кого-то есть стих и так далее, и так далее. То служение просекало по определенному порядку. И Бог, Он есть, Бог в порядке. Я за это выступаю. Может быть, какие-то иногда бывают, как говорится, дух поведет, но очень часто все-таки Бог действует по распорядку. И вот этого поклонения, чтобы прийти, как-то, знаете, глубоко погрузиться в Господа, очень часто мы не хватаем. Да, Бог, конечно, может по своей благодати и милости как-то цеплять нас на служение, но чаще всего это происходит каким-то другим образом. Я помню, мы делали молитвы по субботу. У нас именно была молитва о прославлении и поклонении. Вот кто был, они замечали. Буквально у нас час-полтора, мы именно погружались в эту атмосферу поклонения, и действительно Бог что-то делал. И я сам иногда так начинаю, что вроде бы суббота уже хочется отдохнуть, и он, когда мы начинали прославляться, действительно Бог как-то действовал. И приходило это не сразу, нужно было сделать усилие. Я такой пример, открою, там, смотрите, картинку расскажу. Я почитал такое интересное. Ну, не свидетельство, но такое свидетельство жизни, наверное. Это пример с православной. Давайте дверь закроем потом. Пример с православным. Это он написал и студент. Он не очень... Итог его не очень хороший, но мне понравилось там, как людей цепляет Бог, и как важно все-таки нам, знаете, вхозить вот это поклонение. Он был женат второй раз, вроде все хорошо, потом жену зацепило. Она пошла в православный храм, и там ее... И, в общем, она стала... Он говорит, есть нормальные верующие, есть фанаты. Ну, они встречаются во всех конфессиях, то есть это соблюдение заплаты. И у нее это выражалось не в том, что она стала Богу поклоняться, а свечки и так далее, то есть косынки. И очень часто, ну, не очень часто бывает, если кто был в православном храме, если там как-то себя начинаешь вольно вести, или как-то бабушка начинает шикать, и пытаться чуть ли не разорвать вас, за то, что вы как-то не в их взгляде неправильно себя ведете. И в итоге вот он... И он встал, говорит, тут жена как-то вкинулась, вот в это все стала такой фанаткой, и он говорит, что уже чуть ли дело до развода не дошло, потому что родился ребенок, и мы ради ребенка жили. И он, говорит, я ее сколько раз возил по храмам, ну, мне ничего не происходило. Но однажды, он, говорит, я приехал, куда-то они приехали на отдых, и она, говорит, свозит меня в какую-то церковь, и он, говорит, я заехал, вот меня накрыло. Его накрыло, и он просто... Ну, Бог его... В общем, он понял, что Бог есть. Он ощутил его присутствие, знаете, физическое. И он, говорит, я два года был как в пространстве. И он тоже начал как жена. Вот. В этом двинулся. Он, говорит, вначале, он, говорит, ну, я ничего не понимал. Ну, потом он стал больше интересоваться, он стал изучать писание и так далее. Он потом стал служить. И через два года он уже понял, что что-то не так и здесь, да. И он там закончил как-то заочный семинар, в общем, и он стал видеть, что то, что происходит, в писании он видит одно, а на деле видит совершенно другое. В итоге он стал разочаровываться. Постепенно и постепенно он... Он разочаровался. Он увидел, что нет, просто понравились его выводы, интересно. Он увидел, что то, что написано в писании, как поступает в церкви, совершенно разница. Он увидел, что, говорит, есть большая разница между священниками и мирянами, да. Он увидел неправильное отношение. Он увидел, он там как-то, говорит, когда уже все это увидел в храме, он думает, ну, поеду... У него был отпуск, он решил съездить в монастырь там помочь. И он думает, ну, хоть там же, там же люди вообще посвященные Богу. И вот там есть, оказывается, там практика, можно на месяц договариваться, там, то ли договор заключаешь и живешь там. Он заплатил какую-то, там, какая-то сумма нужна была. И он какой-то приехал, крутой там, такой монастырь считающийся. И он, говорит, я увидел еще хуже, чем было, чем я видел до этого. И он, говорит, я увидел, что у верующих такие же деньги падки, такие же злые, такие же делают бяки друг друга и так далее, и тому подобное. И самая большая проблема, что он увидел, он говорит, что те люди, которые приходят в церковь, они не хотят меняться. Они не хотят изучать слово. Они живут, ну, в принципе, если встретить, если в протестантских еще церквях все-таки идет, люди знают, люди понимают, люди сами могут молиться, люди читают писание и так далее, то в частности, больше всего, не то, что осуждают, но в принципе, я эту практику видел. Люди, которые православие, они больше, у них, знаете, такое верование средневековое, вот как было среднего века, так оно и есть. И он говорит, я заметил, что люди не хотят приняться в них. Как так? Они приходят к Богу и вообще не хотят, их так устраивают. Пришел, там перед участием нужно исповедаться обязательно, вот они много лет живут, отвратительно живут. И потом он что-то стал сомневаться в писаниях. В общем, в итоге, он становится агностиком. Он становится агностиком. То есть, кто такой агностик? Агностик, это не атеист и не верующий. Он верит, что что-то есть. Но, я к чему иду, единственная причина, почему я не стал атеистом, почему я, не разочаровал, не отошел полностью от Бога, это вот когда меня Бог коснулся. Он говорит, я помню, что Бог есть, потому что однажды Он меня очень сильно коснулся. И вы знаете, чаще всего Бог касается по-разному, это понятно. Но я замечал самое близкое у меня отношение, обережение, ощущение, если ты что-то понимаешь, это было в поклонении. Вот лично у меня, не знаю, как у вас, но больше всего это происходило, знаете, когда ты поклонялся Господу Богу. Открою там выражение, один верующий написал очень хорошие слова. К сожалению, слово поклонение постоянно сводится к нескольким красивым песням, от которых нам становится хорошо. На самом деле, от песен нам становится хорошо. Музыка очень сильная вещь, которую пользуются в мире очень сильно. И музыка, которая прославляет Бога, естественно, очень полезна, очень хороша. Но это даже не оправдая точку для истинного поклонения. Истинная жизнь поклонения включает в себя все наше существование. На самом деле, это так, но я буду больше разбирать чуть другой аспект. И вы знаете, в Псалме, вообще в Писании очень много написано поклонений, и где-то явно, где-то можно просто увидеть между строк, но в Псалмах очень много написано о поклонении, о прославлении Бога, о поклонении, кроме местописания, вы, пожалуйста, «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже, жажда душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицом Божьим». И вот поклонение, чтобы входить, нужно ожидать, желать Бога, жажда Бога. И у Давида, в Псалме Давида, очень простые сравнения, да, очень понятные сравнения. Ланя, она хочет попить водички, они спускаются, вот, и вот так и душа наша должна, жажда, прийти. Сырис, как он написан, к Богу. Когда Ланя приходит, она получает, да, жизнь. Жизнь. Так и мы. Богу, который крепкий и живой, Он не просто, знаете, какой-то, ну, правильно, мы очень часто его не увидим, по сути, да, то есть, мы в него верим. Я всегда вспоминал, есть, Давид, он пишет, всегда видел перед самым Господом, да, не покориваясь. Ну, опять-таки, это же образно является, да, он же не всегда его видел. И я, как я понимаю, Давид, это пишет, больше в контексте, брать, это касается его воли. Помните, когда он шел, Господь идти, идти, победу одержу, поддержу, то есть, он видел Господа вот в этом плане. То есть, когда он шел куда-то воевать, он знал, что победа ему уже дана, он уже вот в этом видел Господа, потому что, когда он видел голую версаль, я не думаю, что он Бога видел, да, он видел голую версаль, мы совершенно другие мысли были. Я вообще подумал, знаете, если бы мы видели Господа, как бы мы жили, я не представлял. Хорошо, да нет, я не думаю. Вот, дима, идешь, по нужде, ты заходишь, а там лицо на тебя смотрит, или еще куда-то идешь. Не спрятаться, в жизни присутствующего, третье лицо, явно, видимо, я думаю, все-таки, это было страшновато. Хотя, человек ко всему привыкает, но все равно, да, раз, взор, на тебя смотрит. Поэтому, я считаю, что Давид говорил в немного передостном смысле, это касалось, как я понимаю, его войск, мы будем видеть лицо Господа, когда предстанем, там мы его увидим, а сейчас мы уходим веру. Вот, а если мы видим, верить, то и не надо, понятно, да. Леша, а когда мы предстали, может, там по душе ходить не будем? Там не надо, там, не знаю, что мы куда мы там будем ходить, никто не знает. Кушать мы там будем, там описывается, но там не плакать не будем, ничего. Помните, там написано, дерево будет посреди и уставимое, ну, там и так далее. Вот. Поэтому, об этом можно не беспокоиться. и поэтому душа жаждет Богу крепкого, живого, он описывает Бога как живого, не как, знаете, когда люди приходят, нарисованное что-то, и не Бог там, и не похожий, да, мы предстаем перед Богом живым, но мы должны его жаждать. То есть, поклонение, оно всегда основано на нашей жажде. Есть еще интересная деталь поклонения, аспекта, кроме местописания. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования Тебе в огробе, кто будет славить Тебя. Удален я воздыханиями моими, каждую очередь обывая Божьего, и слезами моими, обращая постель мою, и все от печали лопа моего, и от печала всех врагов моих, удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Это тоже поклонение. Его терзают какие-то, да, он пишет, то есть что-то ему одолевает, то ли враги восстали, то ли там в салон этот бегал, то ли еще что-то. И он говорит, что избавь душу мою, это поклонение. Это серьезное поклонение, когда он входит, и у него есть серьезное страдание. И он тут пишет об этом, да, что нету смерти, опамятования тебе, утомлено каждую ночь, обываю, ложиваю слезами, моими мучая постель, мой. Очень серьезно человек переживал, но он искал Господа. То есть он обращался не, сейчас вот, к психологам, еще кому-то, и даже не к священнослужителям. Представляете, он и шел, искал Бога. И на самом деле люди не всегда знают ответы, даже самое духовное, они не всегда могут знать ответы, а Бог всегда знает ответы. Но на самом деле это тяжелый путь. Каждую ночь, каждую ночь он искал Бога, да, у него что-то было серьезное, какие-то враги, может, смерть его ожидала, и так далее. Но он шел Господу Богу. Это тоже поклонение, оно не всегда, знаете, такое радостное, как у нас бывает, мы там прославили, потом поклонились и Аллилуйя. У него было очень серьезно. Однажды к одному равину он шел домой, встречался изрядно выпивший человек, который заикался и пел печальные песни. Внимательно прислушившись к этому пению, он заметил, когда человек изливает свою душу, неважно, какой способ он выбирает для этого, пусть не свернет он с этого пути истинного. Я, конечно, тут готов поспорить с равину, потому что, как говорится, в стакане вина не видна. Но тут чуть-чуть другой акцент, что человек, кто-то коснулся темы, это что-то сверхъестественное. Оно выглядит естественно, ты вроде в рубежон, начинаешь молиться, начинаешь искать Бога, начинаешь его петь, но постепенно этот процесс превращается во что-то сверхъестественное, то есть происходит встреча с Господом, происходит встреча с Господом. И вот знаете, люди этого мира они не понимают, они не понимают, как можно там, помните, как Бог обращается к царю, я не помню, как его звали, Леосия или как, когда у них было войска, он говорит, пускай священники вперед идут и поют только славьте Господа ибо он благ ибо вовек билостивом. Славь, вот они шли, не знаю, часа два, представьте, одно и тоже повторяем одни и те же слова, славьте Господа ибо он благ ибо вовек билостивом. И вперед они победили. Люди этого мира они по планению не могут понять, они не могут понять этих прославлений, почему люди там устали, закрывают глаза и там что-то происходит, как это может поменять, какая-то песня, но это происходит. опять-таки человек он пользуется входить во дворах, во дворах и во дворах и во дворах но это происходит не сразу. И поклонение это знаете такая конечная стадия вот я просто говорю про одну из частей поклонения это конечная стадия прославления, знаете, когда человек простая, начинает поклоняться Господу. Кроме с написания давайте еще одно очень интересное. Близок Господь к сахаршенным сердцем несмиренных духом спасен и несмиренных духом спасен слово поклонение через какой корень поклон поклониться поклониться помните как человек царю подаешь да и вот Бог поклониться если мы видим в писании даже когда ангелы помните Авраам увидел трех когда Бог ему явился с подклоном как-то побежал поклоняемся вот Богу тоже знаете опять-таки поклоняемся мы не только физически мы должны поклоняться сокрушенное сердцем но очень часто это происходит когда мы перед Господом планируем если читать в Танахе очень много помните они пошли поклонился и преклонился народ поклонился и преклонился народ то есть там они вообще упали лицом до земли очень часто это есть не просто стояли на коленях то есть колено преклоненная молитва это молитва на самом деле тоже смиренная вот не заметил в мессианских общениях не очень простекуется но пошло это от еврея вообще все колено преклонил молитву и смирение, знаете когда человек смирен, когда он смирен перед Господом, ему некуда падать, он уже смирился, поклонился, все, он уже находится на земле, ему некуда падать, почему Бог гордый, он противен, потому что гордый, он где-то витает, он очень высокий, а смиренный, вот ему уже все, некуда упасть, он уже и так на земле по сути находится. И вот наше сердце, оно должно в поклонении, что происходит в поклонении, наше сердце смиряется, то есть ты понимаешь, что твое служение ничего не значит, твои дары ничего не значат, деньги твои ничего не значат, большая или маленькая вообще ничего не значит перед Господом, а значит что-то твое, а только ты, а только Бог начинает что-то значить. Но опять-таки это процесс, на самом деле, почему говорят, что это не очень часто в этом глобе, я лично, ну, даже когда один человек ищет, и не всегда он тоже входит в это состояние поклонения, иногда у нас где-то дежурная молитва, дежурная, почитали по местописанию, то есть это, знаете, надо делать такие вот вещи. Поэтому, на самом деле, это важно, чтобы наши сердца, они сокрушались, чтобы наши сердца смирялись перед Господом. И через это, но они нет, но поклонения, когда мы в поклонении, все светы сядут в шуму, когда мы в поклонении, вот, когда мы входим в поклонение, знаете, все остальное становится действительно второстепенно. Почему, когда, вот, Давид поет об этом, а в псалмах пишет враги и так далее, но я прихожу к Господу. То есть, когда он приходил к Господу, все проблемы после встречи с Господом, ты на них смотришь совершенно по-другому. Меняется наша внутренность, меняются наши взгляды, ты понимаешь, что вот эта проблема, которая от тебя привошена, может быть, годы, через вот этого поклонения, после встречи с Богом, вот ты смотришь, говоришь, да это ерунда вообще такая, да как я вообще мог на этом зацикливаться, как вообще оно могло меня тревожить. Но, чтобы увидеть, это нужно сокрушиться и смириться, понимаете? А иногда наше сердце, оно не хочет принимать это, вот оно не хочет, мы не соглашаемся, мы не принимаем это, наша гордость нам не позволяет, нам биться не позволяет и так далее. Вот, мы опять-таки, мы не можем это просто увидеть, просто мы не можем увидеть, нам нужно обычно сильно, знаете, лечь, чтобы это увидеть, может оно находится внизу, а сверху этого не видно. И вот, вы знаете, поклонение помогает нам в этом. Поэтому, это очень важно. Помните, написано, сердце сокрушенного и смиренного, ты не призришь. Бог не, Бог, почему и близок Бог. Бог не отодвинет такое сердце от себя, когда он видит человека смиренного и сокрушенного. Псалом 41, ну пожалуйста. Что унываешь, что душа моя, что смущаешься? Упывая на Бога, я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Очень часто в нашем душе смущение находится. Можем услышать какие-то новости, какая-то весть к нам приметелись, какое-то событие случится, и это нас смущает. Это может нас вести, знаете, в какой-то ступор. И что говорит Слово Божье, когда приходит вот это смущение? Очень, казалось бы, но очень просто. У Бога всегда простой ответ. Но вот, знаете, смириться, начать искать, начать сокрушаться очень трудно. На самом деле это очень трудно. Ответ простой. Очень часто люди знают выход. Да, но опять-таки нужно предложить усилия. Уповай на Бога. Я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я помню свидетельство, это было, да, лидер группы прославления Хилса. У нее долго не было детей. И она забеременела. И она, понимая, пошла на медосмотр, и у нее у нее мертвый ребенок. И она говорит, ну все, ну у нее сейчас будет операцию делать. И она говорит, я сижу, я понимаю, что, ну, то есть давно, она уже в возрасте, когда на тот момент была, ребенок, который долго, и вот все. И она мертвый внутри меня говорит, я слышу голос, начинай петь, начинай хвалиться. И вы знаете, она из-за этого состояния депрессии, вот она так и вышла. Она начала просто петь Господу Богу. Я не помню, дал ли потом ей Господь детей, но вот такой он был у человека. Представляете, какой он? Она благодарила за несколько месяцев. Да, и она благодарилась за то, что несколько месяцев этот ребенок все-таки пожил, хоть и внутри нее. Вот, поэтому очень часто у нас может какое-то скучение приходить, но Бог говорит, уповай и славь Его. На самом деле, когда тяжело, легко славить, когда у тебя все хорошо. Очень трудно, когда у нас есть проблемы. Но надо, знаете, переступать через себя и начинать славить. Тебе принесу жертвы хвалы, имя Господне призову. Есть жертвы разные, финансовые, жертвы делами, когда мы какие-то делаем, и есть жертвы хвалы, хвалы наших уст, когда мы прославляем Господа. В этом мире, ну, певцы же они тоже славят, да? Славят себя, славят кого-то. Очень мало славят на людей в Господу. Кстати, только в Израиле. Песни о Боге поются на эстраде. Единственная страна, по крайней мере, другие не знают, не слышат, но в Израиле это нормально. Вот мы поем «Ашем мэлэ», это песня, которая у них там вышла на эстраду, сидит концерт, он пошел. «Ашем мэлэ», «Господь мой царь», «Господь мой Бог». И все, вот это нормально. Единственная страна, где можно выйти на эстраду и сбить о Боге. У нас скажут идеи и поем в определенном месте, да? Которое мало кто заходит. Вот, поэтому, жертва хвалы, это и жертва. Когда мы славим Господа, это тоже жертва. Мы идем с Ним щедро. Мы Богу, в принципе, ничего не можем принести и дать, да, с большего. Но наша жертва хвалы, мы можем его прославить. И это и жертва. И очень часто, да, тяжело начать славить Господу. Но когда мы начинаем, знаете, мы продолжаем, тогда, действительно, эта жертва принимается. Не мертвое восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу. Но мы будем благословлять Господа отныне и вовремя. А любое, слава Богу. И знаете, что еще происходит? Через поклонение Господу происходит благодарность. То есть, когда мы поклоняемся Господу, мы понимаем, насколько Бог благ. То есть, мы очень часто просто в суете, очень тяжело заметить благодарность. Только когда на что-то появилось, пришел ответ, мы увидим, Господь, слава тебе. Но через поклонение, через прославление Господу, мы понимаем, человек видит просто, насколько он зависит от Господа Бога. Сколько я акценту следующий? Вот, пускай, я думаю. Благодарность. Какая интересная ситуация была. Были два предпринимателя, друзья, у них у каждого была своя фирма. И однажды одна большая фирма решила заключить с ними крупный договор. И им нужно было лететь на самолете. Они сели в машину и ехали, и в это время попадают в аварию. Авария была не сильно. Они уцелели, но они там какие-то раны у них произошли. И, в общем, пока они выбирались от аварии, повезли в больницу и так далее, на самолет они опознали. Самолет, которым они должны были лететь, он разбился. Все пассажиры умерли. И они вернулись к своим делам, к своим фирмам, но до конца своих дней им так и не удалось улучшить бизнес. То есть это был контракт с иною вот такое. Они так, фирмы маленькие, так и приносили доход. В общем, но в итоге у них не получилось подняться, как это могли они тогда совершить. Но два из этих человека, они по-разному стали относиться к жизни. Казалось бы, ничего не поменялось. Физически целые, невредимые. Но ментально они поменялись. И первый предприниматель, он всю оставшуюся жизнь сетовал на свою судьбу. На то, что так и не удалось разбогатеть, что он упустил этот шанс, и этого шанса больше не предоставилось. Он устроил такие грандиозные планы. Он думал, что через этот контракт и так далее. И вот он всю жизнь сетовал. Как так? Как так получилось? Почему это авария? Почему ему не надо было раньше купить билет? И так далее. А второй, до конца жизни благодарил Бога за сохраненную жизнь. Видите? Два взгляда. Один так и сетовал, как так. А второй говорит, Господи, ты же спас. Если бы не авария, я бы уже давно в могиле был. А так я жив и здоров. Вы знаете, вот поклонение, оно дает вот эту благодарность. Через поклонение рождается благодарность Богу. Не так просто, знаете, дежурная. За все благодарите. Господь, спасибо, спасибо, спасибо. А ты действительно понимаешь, опять-таки, что благодаря Богу это происходит. Вот. Потому что очень часто, ну, оно как-то все через видимое происходит, знаете. И тебе кажется, что, ну, так оно и должно быть. Но на самом деле, истинная благодарность рождается в честь поклонения. Мы тогда понимаем, что... Я помню, была одна ночная молитва. И вот, я не знаю, ну, было, может, обычное представление поклонения. Но вот я как-то, знаете, вошел. Я помню, вот меня так вот накрыл Господь. Это было на втором этаже. Зал, кажется, или на третьем, я не помню. И я вот упал на коленях, лежал. И у меня вот такое ощущение пришло, что... Вот если Бог сейчас заберет дыхание в жизни, ну, у меня нет. Просто, вот, знаете, ну, настолько было... Я понял, насколько я завершал Бога. Это было, ну, как-то вот я вот... Ясно, физически это представил. И вот у меня, вот, знаете, так вот накрыло, как бы присутствие такое тяжелое было. Я вот просто понимал, насколько Бог благо. Он же может просто, помните, дыхание в жизни, дыхание в жизни в руке Бога. Нашей жизни в руке Бога. Не у нас там, не... Когда мы думаем, а в руке Бога. И вот я это увидел, думаю, Бог же просто может забрать. Вот ему захотелось и забрал. Я помню, у нас в подъезде жили семья. Они не пили, не курили. Занимались спортом. Вот вообще. ЗОЖ 100%. Он в 40 лет, а в 45 лет в год. Молодые. Вот мне непонятно. Ничего не болели. Всю жизнь здорового образа жизни. Не пили, не курили и так далее. Раз и все. То есть, вы знаете, я понимаю, что моя жизнь зависит просто на Бога. И понятно, что мы должны смотреть за своим храмом и так далее. Но вот так вот. Следующее местописание. Песнь восхождения. Во вашем отче моим горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего неба и землю. Не даст он поколебаться на гербе. Не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не сбит хранящий Израиль. Есть вот эти песни, псалом восхождения. Там я не говорю, сколько, что? Десять. Песни восхождения. Всегда, знаете, он же не на гору заходил. Правильно? Но он подразумевает. То есть, когда он пишет этот псалом, люди будут понимать. То есть, чтобы прийти к Богу, чтобы его, знаете, коснуться, чтобы он смог обратить на тебя внимание, нужно восходить. Песнь восхождения. Отче моим горам не значит, что на горе Господь Бог обитает. Хотя, помните, написано. На твою святую гору. Но это про образ. Про образ. То есть, чтобы достичь Господа, чтобы как-то что-то поменялось в жизни. Слышал полуверен. Да. Нужна песнь восхождения. Поэтому нужно подниматься. Нужно подниматься. Для этого нужно прилагать усилия. Попробуйте на гору. У меня был в Карпатах. Там горы небольшие. Мы 500 метров полдня там шли. Или на 300, чтобы зайти. Там вот так вот. И так далее. И то это такая горка ни о чем. Пологая. Вот. То есть, ну это нужно затратить усилия. И поэтому мы говорим, что это песня восхождения, чтобы Господь, который в горах, которого помощь, который сотворил небо и землю, который не даст поколебаться, не дремлет хранящим. И опять, как он это получил? Он туда вошел. То есть, это не на раз. Бывает, знаете, как-то бывает. Господь тут касается и просто так. Ты едешь там. И те, раз, у меня несколько раз было. Я на машине куда-то ехал. И мне так вот. Волга хорошо. Ну, присутствие как-то на месте. Знаете. Ты едешь просто. И потом Господь тебя касается сердца. И ты там чуть ли не слезы текут. Ты говоришь, Господи, спасибо тебе. Просто так. Но чаще всего, знаете, нужно зайти. И вот этот путь ножками, ну, сделать это надо не ножками, а нашими, знаете, сердцами. На самом деле, он тяжеловат. Но не так-то просто. Сделать песню восхождения. Еще один псалом. Песнь восхождения уже. Песнь восхождения. Из глубины взываю к тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут души твои внимательны, голос умолений моих. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит, но у тебя прощение. Да, благоговеет перед тобой. Надеюсь на Господа. Надеется душа моя. На слово его уповая. Душа моя ожидает в Господа боли, нежели страж утра. Боли, нежели страж утра. Да уповая израиль на Господа, ибо у Господа милость. И много у него избавлений. Он избавит Израиль от всех беззаконий его. И опять-таки, вот этот псалом, который писал, он это получил от Господа. Это не просто мы можем открыть Библию у Господа, прощение у Господа, Бог благоговеет и так далее. Он вошел в это поклонение. Он вошел в это поклонение, чтобы это увидеть. И он понял. У Господа прощение. Господь прощает. Господа милость, у него избавление. Смотрите, интересно, он сравнивает со стражниками. Чего стражники утра ожидают, как вы думаете? Вечера. Окончание службы. Окончание службы. Ну, по сути, да. То есть, встал на дозор, окончание службы уже можно связывать. Поэтому они утра... А еще враги не пробрались. То есть, когда темно, попробуй там увидеть приборов ночного видения не было, да, там, заградительных и так далее. Мне рассказывали, как вот... Сейчас у границы, по-моему, на племянных служил, он говорит, как сейчас у поляков границы охраняются. Один человек на 40 километров или два. Все. А где-то у нас там выходим до зоны, там, с километров, туда-сюда и там. А у него два человека сидят в будке, смотрят в экран. И у них везде этот самый... Протянута датчики движения. Датчики движения и инфракрасные лучи, и там они показывают, косулька перебежала, или это человек. И он знает. И, говорит, у них эти квадроциклы, они сели, раз, и через 10 минут они там. А вы, говорит, что 30 километров. Куда 30 километров назад? Ну, говорит, зато весь у нас служба протекала. Ну, не так. Ну, говорит, а поляки, говорит, многие же общались. Я говорю, тут у них поляки два человека, и все запищало. Кто-то пробежал, запищало. Даже если ты список, этот сигнализация разбудит. Вот. Я говорю, что стражи, поэтому они утра ожидают, что придет смена. И враги уже не проникнут. Уже их можно увидеть, если вдруг. Поэтому, ребята, смотрите, из глубины взывает к тебе, Господи. То есть, для того, чтобы это ощутить, нужно было, для того, чтобы это понять, нужно было очень глубоко, в глубину, с глубины сердца поговорить с Господом Богом. Такая. И поэтому поклонение, оно успокаивает. Поклонение приносит ободрение в нашу жизнь, оно дает ответы на вопросы. Но, опять-таки, чтобы узнать, вот это все, прочувствовать это все, познать, узнать, нужно сделать восхождение. Но вопрос, куда идешь? Ты, Рэп, Рэп иногда включает. Иду подкрепить себя пищей. И этим оказать радушную даю моему гостю. Какой же у тебя ежедневно гость в доме, Рэп? А бедная душа, разве не тот гость в нашем доме? Сегодня она здесь, а завтра, глядишь, у нее нет. Вот. Он говорит о своей собственной душе. Иду подкрепить свою душу. И, конечно же, вы знаете, очень часто мы о своей душе заботимся. И комфорт ей делаем, и что-то посмотреть интересное, и куда-то сходить, и насладиться. Что-то для души. Но мы для духовной души очень редко, знаете, как-то стараемся. То есть больше мы ублажаем нашу видимую какую-то часть. А вот духовная, которая жаждет по Богу, мы не всегда печемся о ней. Вот. Поэтому поклонение, оно, знаете, помогает наше. Наше слово Божье молитвы, оно дает хорошую опеку нашему внутреннему человеку. Последнее, вместо писания, пожалуйста. Спасибо. Открою еще, если писали, и второе. Это Псалом 72-й, очень интересный. И Псалом, это Псалом Асапа. И думал я, как бы, разуметь это, но это трудно было бы назад, но я на Куре не вошел, на Святилище Божье не разумел конца их. Помните этот Псалом? Он в 72-м пишет, что я позавидовал нечестивым. Я позавидовал, что люди живут, хорошо живут. На работах нет. Иман от того, они еще умирают здоровым людям. То есть, и нету вот вознояния нету. Вот безбожники, там же написано, они горло к небу, к голову, то есть и на Бога говорят, и вот живут как хотят. И вот живут хорошо, и дети их живут, и внуки их живут. И нету вознояния, он позавидовал, он говорит, а я тут смиряю душу свою и так далее. Но, и вот у него не было разумения, вот как так. И многие люди, они говорят, почему, где в мире справедливо, что-то с Богом пришло. Вот беззаконие творится, где Бог. И люди не видят, опять-таки, ну чтобы это разуметь, на Куре не вошел я в Святилище Божье. Но это не просто он пришел в храм, и тут ему раз, Господь дает ответы на вопросы. В Святилище вошел, то есть он пришел к Богу. В Святилище, где обитает Господь. И только так, то есть это было поклонение, это был какой-то поиск к Богу, он не понимал, у него куча вопросов, у него зависть появляется, у него появляется раздражение. Как так? Я тут смиряю душу, я стараюсь жить по заповедям. Живут безбожники хорошо еще и долго, и нормально, ничего у них не бывает, и не с их детьми, и так далее, то есть. И он не может понять, ему это трудно. И я говорю, когда он приходит во Святилище, когда он вошел к Господу Богу, когда он поклонится, и Бог ему отвечает. И Бог ему начинает говорить, и он говорит, да слушайте, я вообще как сход был. Как я вообще Господа Богу, как я вообще мог на это позавидовать. Но все это пришло не просто так. Борис, он пишет, изнемогает плоть моя, и сердце мое, и плоть изнемогала сердце. То есть, и это на самом деле не всегда легко. Вот войти в поклонение, это не всегда, знаете, такое по щелчку пальцев происходит. И в Святилище Божье, да не просто что он в храм зашел, он действительно вошел в то место, где обитает Бог, он его встретил. И вот в нашей жизни бывает, мы многие вещи не видим, они нам не видимы. Мы не можем увидеть эту картину, почему? Потому что только Бог нам может открыть эту картину. Притча. Некий ремесленник очень любил своего царя. Царь хороший был. И чтобы быть к нему ближе, навелся и стопняков во дворец к царю. Чтобы не пристанно наслаждаться лицезрением любимого царя, он проделывал персты в стене, которое отделяло доступную ему комнату от недоступного царского кабинета и через этот персты тайно любовался царем, его мудростью, его знаниями. Однажды царский сын за какую-то облошность в разговоре впал в немилость и был заключен в ту же комнату, где сидел и стопник. Тоскуя по своему отцу, царевич выпросил позволение у стопника уступить ему отверстие, отводил себе душу тем, что хоть не издали, смотрел на своего отца. Тогда и стопник сказал ему, «Говоря тебе, я человек простой и бедный, не могу быть допущен к царю и вынужден любоваться в издали, через маленькое отверстие. Ты же человек умный и воспитанный, способен заседать в царском совете и постоянно нужный царю, теперь обречен на ту же участь, лишь потому, что не сумел вести себя хорошо и внимательно взвешив свои слова перед царем. «Послушайся меня, исправь свое поведение, и ты всегда будешь восседать возле царя». Синестная причина, вы знаете, так вот и в нашей жизни бывает. Мы сами по себе живем, и царь или Бог далеко от нас. Хотя, Бог говорит, что мы же его дети. Можем быть близко к нему, но для того, чтобы быть близко, нужно потрудиться.